МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Конечно, сегодня инвестиции должны быть в молочную отрасль. Шведский стол после теплого душа или тепличные условия для тонких натур. В Павловском районе провели экскурсию по новому умному дому. Участковая избирательная комиссия сделает все необходимое. Я имею в виду, конечно же, приедут к избирателю на дом. Ждите в гости с урной или что делать, когда нет возможности лично прийти на участок. Единый информационный центр АЦИК поможет разобраться. Градус дружбы или 4 года вместе. Ставропольские артисты обещают удивить жителей Кубани ипотажем под открытым небом. Сложил в сумку и отнес пачерицу к реке из-за капризов. Тот, кто заявил об исчезновении пятилетней девочки, сознался в убийстве. Они не любят быть в коробках, они любят на людях быть. Спортсменки, комсомолки и те, кому далеко за 100. Красавицы со всей планеты прилетели в Краснодар на Большой Девишник. За все силы бей. Молоток в руки, гаджеты в долгий ящик. Мебельная фабрика в Акшеронске строит мультсемейки руками школьников. Рекордные показатели и суперсовременное производство. Одну из крупнейших молочных ферм страны сегодня открыли в Павловском районе. Официальный старт работе современного комплекса дал губернатор края Вениамин Кондратьев. Работа предприятия позволит увеличить в регионе годовое производство молока на 20 тысяч тонн. Благодаря уникальным условиям содержания коров, получается, там будут самые большие надои в России, ведь уже к 2030 году стоит задача нарастить объемы производства молока на Кубани в полтора раза. О развитии отрасли речь уже шла на встрече главы региона с фермерами. Обо всем по порядку расскажет Мария Крошная. Климат-контроль помещений и даже автоматический душ для коров. По технологической начинке эта ферма сегодня одна из самых лучших в России. Внимание к деталям. Здесь основной принцип работы. Если буренке станет жарко, сработают датчики температуры и включат систему охлаждения. А если вдруг результаты анализов животного не будут соответствовать норме, сразу же поменяют рацион питания. При этом все условия содержания пытаются максимально приблизить к естественной среде. Здесь содержание на песке. Это неорганическая подсилка. То есть, если раньше было принято держать на соломе, там очень много всяких патогенов. Это, наверное, самое худшее из подсилок, что можно. А песок является нейтральным. И благодаря этому мы получаем качество молока. То есть, мы получаем менее проблем со спалением вымени. Соответственно, животное меньше болеет и больше отдает молока. Открывать новую ферму приехал губернатор Краснодарского края. Вениамин Кондратьев посмотрел стойло и доильный цех. Весь комплекс рассчитан более чем на полторы тысячи коров. И это только первая очередь. В планах у инвестора построить еще две современные фермы. Конечно, сегодня инвестиции должны быть в молочную отрасль. Чтобы молочное стадо росло. Чтобы семейные фермы создавались и тоже росли. Чтобы господдержка была и тоже росла. Потому что, безусловно, сегодня животноводство без господдержки никак. Такие подобные фермы, предприятия, рабочие места – раз. Гарантированная зарплата – два. Налоги – три. А самое главное – это развитие территории. Развитие села. Это жизнь просто на селе. Вот что сегодня нужно. Вот эту возможность нужно снова дать. На селе возможность не просто работы, а выбора рабочего места. Власть должна обеспечить. Комплекс пока запущен только в тестовом режиме. Как только предприятие выйдет на полную мощность, планируют достичь практически рекордных надоев. В год только от одной коровы будут получать около 12 тысяч литров молока. Это в два раза выше, чем во многих европейских странах. Самые главные слова вы сказали, что мы сегодня количество молока получаем больше, чем получают в Европе от коровы. И больше никаких доказательств уже не нужно. Потому что у нас сегодня современнейшие фермы, которые лучше, чем европейские. Всего же за год в крае получили почти полтора миллиона тонн молока. О развитии отрасли глава региона говорит с фермерами и руководителями ведущих перерабатывающих предприятий края. За круглый стол участники совещания собрались сразу после экскурсии по новому комплексу. Это, кстати, одна из аудиторий, где будут проводить обучающие занятия для сотрудников. Чтобы создавать такие современные фермы, регион и дальше обещает сохранить господдержку. Помощь окажут и в реконструкции уже существующих предприятий. А для развития небольших животноводческих хозяйств в этом году выделят 196 миллионов рублей. Ведь именно на семейные фермы приходится почти половина всего надоя в крае. Сегодня мы можем гордиться, что 40% от всего произведенного на Кубани молока – это малые формы. То есть в том числе это семейные фермы, которые сегодня мы активно поддерживаем. И если малые животноводческие фермы дают нам 40% всего объема молока, который мы на Кубани, сегодня получаем, давайте наращивать, в том числе и поддержку, господдержку малым животноводческим фермам. В кратчайшие сроки в регионе планируют нарастить производство молока на 400 тысяч тонн. А уже к 2030 году получать больше 2 миллионов тонн. Это практически в полтора раза больше, чем сейчас. А значит, предстоит большая работа, чтобы кубанское молоко стало конкурентоспособным, обращает внимание Вениамин Кондратьев. Ведь рынок сегодня завален фальсификатом, а разбавленный водой молочный порошок существенно дешевле. Краснодарский край сохраняет второе место в стране по производству молока в сельхозорганизациях. При этом мы лидируем по переработке молочной продукции. Сегодня лидировать-то можно, но самый главный вопрос – гарантированный избыт молочной продукции. А вот сегодня с этим возникла проблема. И не потому, что она неконкурентоспособная, а потому, что конкурировать с суррогатом молочным невозможно сегодня. Это не конкуренция, это непонятное вообще вакханальное, которое отчасти сегодня на молочном рынке происходит. Сегодня президент четко поставил задачу с ней покончить. В Госдуме этот вопрос обсуждается, и, кстати, Аграрный комитет полностью все поддерживает и уголовное наказание за то, что это производится. И я считаю, что здесь должно быть больше инициативы, инициативы даже наших, нас здесь с мест, потому что только таким образом мы можем очистить рынок. И только тогда мы сможем продавать честную, хорошую продукцию. Давайте действенное обращение составим. Я говорю, на премьер-министр, если там серьезный уровень проблем на президента, попросим просто поддержку. Бороться с фальсификатом будут и с помощью электронной сертификации молока. Это позволит отследить историю продукта чуть ли не от коровы до прилавка. Заработает система уже с 1 июля. Электронная сертификация сегодня дает возможность быстрого мониторинга продукта, то есть введенного в сеть или произведенного на перерабатывающем предприятии, для того, чтобы уже там, во-первых, будут в этом электронном сертификате все качественные характеристики. То есть там не будет подделок. Сейчас все с бумажками ходят. Эту бумажку можно подделать, принести и дать. А введением системы электронной сертификации позволят сегодня отслеживать эти процессы. Принцип будет работать как эгоиз. Полностью обеспечить Кубань натуральными молочными продуктами сегодня задача государственной важности. И чтобы ее выполнить, у региона есть все возможности. Ресурс отрасли в Краснодарском крае просто огромен. И подтверждение тому новые мегафермы и небольшие семейные хозяйства. Ведь именно развивая агропромышленный комплекс, будут и дальше развиваться кубанские станицы и поселки. Село это жизнь, потом вековая жизнь нашей Кубани. Поверьте, друзья, мы не можем, не имеем права ее обрушить или остановить. Вы болеете этим, вы этим живете, это тоже сегодня ваша жизнь. Мы должны все объединиться. И не важно, в кооператив или в одну огромную агропромышленную семью, поверьте. На зависть другим регионам, которые, может быть, не настолько активны, и не настолько сплоченные, как мы, как вы. Это надо высоко ценить. Вы молодцы, потому что плечом к плечу можно пройти любые расстояния и любые преодолеть преграды. Мария Крошина, Александр Иванченко, Денис Перец, Денис Маскаленко, Кубань, 24, Павловский район. Главному политическому событию года перейдем. До выборов президента остается два дня. Сегодня в Москве открылся информационный центр ЦИК России. Это временно переоборудованный зал заседаний Центра избиркома. Именно оттуда, 18 марта, мы будем получать данные о ходе выборов. Сначала о явке, а после 9 вечера о результатах голосования. Там будут работать 2000 журналистов, экспертов и наблюдателей. Ну а на Кубани заканчиваются последние приготовления ко дню Икс. Если вдруг вы еще не знаете, куда идти голосовать, или тем более собираетесь делать выбор не по прописке, нужно спешить. Времени совсем мало. И думаю, советы моей коллеги Ксении Ермолаевой вам обязательно помогут. Всем люди занятые, это понятно. Если вы, к примеру, до сих пор не знаете, где находится ваш участок, ничего страшного в этом нет. Если честно, я и сама такая. Давайте искать вместе. На сайте Крайсберкома есть вот такая вкладка. Нажимаем, ищем свой адрес. И вот, пожалуйста. Теперь я знаю, что мой участок совсем рядом с домом. Буквально за угол повернуть. Как видите, ничего сложного. Ну а если ваш участок находится чуть дальше, и без поездки в общественном транспорте не обойтись, не переживайте. 18 марта мы целый день можем ездить на трамваях, троллейбусах и автобусах зайцами, и ничего нам за это не будет. Даже льготные документы не нужны. Пассажирам бесплатный проезд, а кондукторам неожиданный выходной. И, кстати, общественный транспорт будет ходить по графику рабочего дня. Если вы намерены исполнить гражданский долг не по прописке, то нужно поторопиться. Вам необходимо лично прийти в участковую избирательную комиссию по месту регистрации и написать специальное заявление. Его пометят защитной маркой и укажут на бланке новый номер участка. Сделать это можно до 14 часов 17 марта. Отдать свой голос смогут даже те, кому сложно выходить из дома. К инвалидам и пожилым людям члены комиссии и наблюдатели придут сами с опечатанной урной. Главное – уведомить свою избирательную комиссию заранее. Это можно сделать лично, можно сделать через третьих лиц, можно сделать по телефону. В день голосования это также можно будет сделать, но до 14.00 этого воскресного дня. И участковая избирательная комиссия сделает все необходимое. Я имею в виду, конечно же, приедут к избирателю на дом. А вот кто уже сделал выбор или прямо сейчас ставит галочку – это люди в тельняшках. Избирательные участки для досрочного голосования оборудовали прямо в кают-компаниях судов. Моряки, которые находятся в плавании, должны исполнить гражданский долг до 17 марта. А подсчитают их голоса после закрытия избирательных участков в воскресенье. Выборы, уверяют в Краизбиркоме, будут честными, прозрачными и безопасными. Перед началом голосования все избирательные участки проверят кинологи, а вообще следить за порядком 18 марта будут 15 тысяч человек. Это и полицейские, и росгвардейцы, и волонтёры, и казаки. Вместе со всеми силовыми структурами МВД, Национальной гвардии и казаки будут заниматься этим. Мы уже распределили на все избирательные участки казаков, всех их проинструктировали, как себя вести. Главное – вежливо и внимательно отношения к гражданам. Я думаю, с поставленной задачей справимся. Будут на избирательных участках, я думаю и знаю, порядок и стабильность. Самое главное, что вам следует помнить, выборы пройдут 18 марта, все избирательные участки будут работать с 8 утра до 8 вечера, и не забудьте документы. Ксения Ермолаева, Кубань, 24, Краснодар. Итак, 18 марта ровно в 8 утра распахнут свои двери почти 2800 избирательных участков. Они готовы принять всех, кто имеет право голоса. На Кубани таких больше 4 миллионов, по этому показателю наш регион занимает третье место в стране. За ходом голосования будут внимательно следить наблюдатели. Сейчас их внимание приковано к агитации кандидатов. В нашем регионе вся компания находится под пристальным вниманием Краевой избирательной комиссии. Жители Кубани смогут сообщить туда о любых спорных, провокационных и конфликтных ситуациях, если таковые случаются. Для этого работает телефон горячей линии. Чаще люди звонят с вопросом, где найти свой избирательный участок, как проголосовать по месту нахождения, смогут ли доставить урну для бюллетеней на дом к тем, кто не может передвигаться самостоятельно. Еще одна линия связи открыта в Кубанской общественной палате. До 18 марта набирать горячие телефоны можно до 6 вечера, а непосредственно в день выборов в воскресенье. Линии будут активны круглосуточно. Тепло и солнце заглянут на Кубань в день выборов. По данным синоптика, в воскресенье будет настоящий весенний день. Температура в среднем по краю превысит 15 градусов. В Краснодаре, например, будет около 20 тепла. Пока же погода не балует температурами. Дождь не прекратится еще несколько дней. Из-за осадков и серости пейзажа плюс 10 градусов будут казаться морозными. Нужно потерпеть. В воскресенье синоптики прогнозируют, для выхода на улицу потребуется специфический набор вещей. Варежки с зонтиком. Нам нужно. Да, хотя, в принципе, 18-го числа будет тепло. Вот все-таки как-то по сравнению со всей неделей потеплеет, до 15 градусов тепла. Но вот осадки и повышенная влажность, они не будут способствовать тому, чтобы чувствовалась уже настоящая весна. А вот в понедельник погода покажет неприятный контраст. Столбики термометров опустятся на несколько градусов. Предложения по переработке отходов, жалобы на коммунальные слуги и просьбы о помощи обманутых дольщиков в Краснодаре подвели итоги работы общественной приемной кандидатов президента России Владимира Путина. Двери и кабинет открылись для всех желающих еще в январе 2018-го со своими чаяними и надеждами. К волонтерам обратились уже более 650 человек. Самые активные граждане в Краснодаре, Сочи, Туапсинском, Одинском районе, Геленджике и в Горячем Ключе. Чаще всего, как отметили секретари, приходят женщины. Среди обращений не только жалобы, но и пожелания и предложения. Как улучшить работу жилищно-коммунального комплекса Кубани, где открыть кабинет врача общей практики или как спасти дороги края от многокилометровых пробок в сторону моря. Эти обращения мы фиксируем. Вот дальше переводим их в электронный вид. Есть специальная система анкета, называется информационная система анкета. Каждый день мы их отправляем в Центральный избирательный штаб нашего кандидата в Москву. Там они аккумулируются для принятия решений. Представители штабов других кандидатов президента информацию о своей деятельности в редакцию фактов сегодня не предоставили. Галочка за благоустройство. 18 марта, в день выборов президента России, жители Кубани проголосуют еще и за будущий облик своих городов и станиц. Об этом журналистам рассказал глава региона Вениамин Кондратьев. Он также отметил, что путем голосования кубанцы смогут выбрать проекты благоустройства территории, которые в дальнейшем будут реализованы. Сейчас все эскизы размещены на сайтах муниципальных образований. Всего планируется открыть 1212 счетных пунктов. Они будут оборудованы в непосредственной близости к избирательным участкам. В прошлом году на Кубани по федеральной программе «Комфортная городская среда» были благоустроены парки, скверы и дворовые территории в 22 населенных пунктах. Вениамин Кондратьев также отметил, что все объекты были определены совместно с жителями. В этом году на эти цели выделяется около полутора миллиардов рублей. Это федеральные и региональные деньги. Под программу благоустройства попадают уже 43 территории в 36 районах края. По реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» Кубань стала лидером среди российских регионов по итогам прошлого года. Об этом рассказал заместитель министра строительства Андрей Чибис во время селекторного совещания с субъектами страны. В нем приняли участие заместитель губернатора края Анатолий Вороновский и главы муниципальных образований. Рейтинг регионов составил Минструй России. В него вошли субъекты, успевшие в срок показать наилучшие результаты. В нашем крае уже в декабре были полностью отремонтированы 182 двора, 43 парка и сквера. Более 100 смартфонов и других гаджетов за селфи на избирательном участке. Всем, кто идет на выборы, волонтеры Кубани советуют взять с собой фотоаппарат. 18 марта на некоторых участках Кубани пройдет конкурс селфи для избирателей. Принять участие в нем очень просто. Если вам от 18 до 36 лет, то после голосования можно сфотографироваться около своего избирательного участка. Волонтеры, работающие на выборах, предложат вам специальную рамку и помогут сделать снимок. Вам же останется только разместить картинку в соцсети и подписать ее хэштегом «Голосовачи-23» и названием своего города. После этого ваше фото попадет на сайт организаторов конкурса. Его адрес сейчас на экране. На этом портале можно узнать все об условиях конкурса, победить, как и в президентской гонке, тот, кто наберет наибольшее количество голосов. Самая яркая, креативная фотография, которая наберет наибольшее количество лайков, на сайте «Голосовачи-23» непосредственно займет первое место и получит замечательные призы. Фотоконкурс пройдет в 14 муниципалитетах Кубани. Он стартует в день выборов президента России. Фото будут принимать в течение недели, а итоги объявят 30 марта. Сегодня остались известны шокирующие подробности в деле об убийстве пятилетней девочки в Сочи. Ее лишили жизни из-за мультфильмов. Появилось с видеодопроса подозреваемого, он дал признательные показания. 28-летний сожитель матери ребенка рассказал правоохранителям, что во вторник вечером следил за двумя детьми. Двухлетнего мальчика уложил спать, а вот девочка стала капризничать и попросила включить ей мультфильмы на телефоне. Мужчина отказала. Когда малышка начала плакать, ударил ее несколько раз кулаком в грудь и отправил в кровать. Наутро обнаружил ребенка мертвым. Как сообщает Краевой следственный комитет, гражданин Азербайджана Мурад Шахмерзаев признался, что вынес тело в сумки и оставил на берегу реки, присыпав камнями. Я решил на рейско бросить. Потом, ну, чтобы следований не было. Сейчас назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, чтобы установить точную причину смерти ребенка. В ближайшее время следователь намерен обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. В ходе следствия выяснилось, чтобы скрыть убийство и отвести от себя подозрения, мужчина сообщил соседям, что девочка пропала и попросил помочь найти ее. Отдал двухлетнего мальчика на попечение соседки, а сам скрылся. К поискам подключили полицейских, спасателей, кинологов, волонтеров. Всего больше 1200 человек. В небо над поселком Бестужевским, где и произошло ЧП, поднимали квадрокоптеры, использовали тепловизоры. Мать во время пропажи дочери находилась в роддоме с третьим ребенком. По факту убийства пятилетней девочки возбудили уголовное дело. Если вина подозреваемого будет наказана, ему грозит пожизненное заключение. Большая подготовка к большой воде. В Крымском районе готовятся к весеннему половодию. Работа кипит на реке Баканка. Там наметили 13 участков, где трубы с проводами опустят ниже уровня дна, а сверху накроют так называемым каменным матрасом. Экскаваторы углубляют русло и опускают коммуникации, чтобы ничего не помешало бурному течению. Нередко она несет с собой крупный мусор, ветки и стволы деревьев. Теперь на пути эталах вод будет меньше препятствий. Затор из веток не повредят. И специальным датчикам, которые постоянно контролируют уровень воды, они установлены над всеми крупными реками района. Все замеры такие комплексы делают бесконтактным способом, с помощью радиолокации. Сигнал отражается от поверхности реки. Мы сейчас находимся на реке Баканка, на мосту, на поворот на Саукдаре. Вот на мосту в настоящее время установлен один из 12 гидрологических комплексов «Эмерсит-мониторинг», которые работают в автоматическом режиме. Каждые 10 минут такие комплексы отправляют данные в едино-дежурную диспетчерскую службу. Там внимательно следят, как ведет себя синяя черта на мониторе. Как только она приблизится к оранжевой линии, которая обозначает неблагоприятный уровень воды, умная система автоматически оповестит МЧС и даже может разослать предупреждение на телефон каждому жителю района. Пока реки ведут себя спокойно и переживать не стоит. Кроме того, в станицах и поселках Крымского района занялись очисткой ливневой канализации, чтобы не только талые воды, но и обильные весенние дожди не создавали проблем. Физкультурный бум в Кубанской глубинке. Сегодня сразу три современных спорткомплекса открыли в нашем крае. Новые возможности появились у жителей Тбилисского, Кавказского районов и города Ромавира. Любителям спорта теперь не нужно ехать десятки километров за здоровым образом жизни. Теперь свои личные рекорды можно устанавливать рядом с домом, да еще и с помощью новых снарядов. Все это появилось по поручению губернатора края. Павел Кузнецов продолжит. Первый свисток, эмоции болельщиков и азарт большой игры. В новеньком спортивном зале в Тбилисске сегодня впервые все. Станичные мальчишки на деле тестируют паркеты кольца. До этого много лет атлетам приходилось заниматься баскетболом ни много ни мало в обычном сельском ДК. В Дойкультуре очень маленький зал, он не как стандартный, в два раза меньше. Было неудобно заниматься двум командами, так как занимается очень много человек. Удобство паркет мне нравится и кольца более-менее лучше, чем там. Сергей Заяц учится в седьмом классе местной школы, но уже мечтает забивать за клуб NBA. Баскетбол пришел четыре с половиной года назад. Многочасовые тренировки, три раза в неделю, травмы. В начинающейся карьере было всякое. Но в этом году Сергей получил вызов в сборную края. Юный спортсмен уверен, что новые стены помогут. И помогут не только ему, но и сотням парней и девчонок Тбилисской. Универсальный комплекс «Олимп» – первое такое сооружение в районе. Поэтому и открытие прошло с размахом. Потребность в спортивных сооружениях здесь большая. Вот первый комплекс сегодня, который открывается, он дает возможность заниматься несколькими многими видами спорта. Он не только для тренировок, но и для соревнований подойдет. Близкое расположение к Краснодару, я думаю, район будет востребован спортивными соревнованиями. Тбилисский район почти всегда был в четвертом десятке спортивного рейтинга Кубани. Новенький «Олимп» должен это изменить. Осмотреть его приехал вице-губернатор Николай Далуда. На возведение комплекса потратили пять лет и больше 154 миллионов рублей. Большую часть – 133 миллиона – выделил Край. Теперь здесь есть, где развернуться не только баскетболистам, но и боксерам, борцам, гимнастам. Даже мини-гостиницу оборудовали для гостей соревнований. Открыты двери «Олимпа» будут и для станичников. Не просто так, что уже три года подряд наш край занимает лидирующие позиции по развитию физической культуры и спортности вне всех субъектов Российской Федерации. Кроме того, мы решением губернатора, мы каждый год строим новые детские спортивные площадки. А каждая детская спортивная площадка – это около 6 миллионов рублей. Уже у нас построено 590 таких детских спортивных площадок. С открытием спорткомплекса откроется еще, я думаю, много секций. У нас планируется и художественная гимнастика, открытие, и расширение отделений по борьбе, по боксу. Дети занимались практически или в школьных спортзалах, или в каких-то подвальных помещениях. А это в Белийском районе такого еще не видели. Поселок Степной в Кавказском районе. Здесь до Краснодара около 170 километров. В поселке проживают всего 970 человек. Есть школа, но заниматься спортом раньше было просто негде. Все секции находятся в Кропоткине. И будущих чемпионов родителям приходилось возить за 20 километров. Это был так называемый спортзал, где мы занимались физкультурой. Это довольно-таки мало места. Как у вас получалось? Ну, так становились парами, играли в теннис. Кто сидел на лавочках. Теннис или шахматы, когда идет дождь, подвижны игры, если с погодой повезло. Вот и все, что могли себе позволить жители Степного. Геннадий Зубов учится в 11 классе единственной поселковой школы. Увлекается футболом, теннисом и тяжелоатлетикой. Несколько раз в неделю приходилось добираться на тренировки в город. Полтора года назад его родители вместе с другими жителями поселка на встрече с губернатором попросили построить свой спорткомплекс. И вот сегодня он распахнул двери. Больше места. Будем теперь заниматься футболом, там тренироваться, баскетболом, любого. Все. И в теннис легче будет играть. Потолки выше. На малобюджетный комплекс потратили 10 миллионов рублей из краевого и муниципального бюджета. Небольшой, но свой, говорят жители Степного. В этих стенах уже в ближайшие дни начнут работать секции по теннису, волейболу и футболу. Не обойдут стороной и любители единоборств. По поручению Вениамина Кондратьева ежегодно на Кубани должны сдавать 20 подобных залов. Причем не в районных центрах, а в небольших хуторах и станицах. Четыре малобюджетных комплекса уже готовы. Еще 14 построят в течение 2018-го. Сегодня в один день на Кубани открыли свои двери сразу три дворца спорта. Всего несколько месяцев заняло возведение нового комплекса в Армавире. Этот город называют южной столицей российского самбо и дзюдо. Новых чемпионов будут растить именно здесь. В Армавире под руководством тренера Рудольфа Бабаяна уже давно работает известный на весь мир центр спортивной подготовки. Теперь появится еще один зал. Это спортивный зал. Он более приспособлен будет к соревнованиям. Он на 6 метров шире нашего зала. И соответственно здесь решаются вопросы со зрительскими местами, с объемом. И вы видите, какой он светлый, высокий. Строительство нового спорткомплекса обошлось почти в 28 миллионов рублей. Большая часть это средства краевого бюджета. На сегодняшний день в Армавире больше 700 ребят связали свою жизнь с этим видом спорта. По словам Николая Далуде, в этих стенах обязательно вырастет не один олимпийский чемпион по самбо и дзюдо. Но этот комплекс не единственный спортивный подарок городу. Совсем недавно к губернатору обратились еще девочки, которые занимаются спортивной гимнастикой. И уже поручено главе города подыскать площадь, земельный участок, на котором также будет построен такой же спортивный комплекс, только уже конкретно для спортивной гимнастики. Очень важно, что у нас в крае уже занимается физической культурой и спортом практически 48% населения. Вы понимаете, это огромная цифра. Причем с каждым днем, что касается, например, самбо и дзюдо, количество желающих научиться этому виду спорта становится все больше. И сегодня, после торжественного открытия спорткомплекса, для детей прошла открытая тренировка. Всего же, если говорить о цифрах, на Кубане работают 278 спортшкол. За последние годы построено 75 больших объектов. Это и ледовые дворцы, и плавательные бассейны, и многофункциональные залы. И это все не только для золотых медалей, но и для здорового образа жизни жителей края. Павел Кузнецов, Юлия Кишинева, Эдуард Тараканов и Денис Акулов. Кубань-24. Белийские и Кавказские районы. Армавир. Большим концертом и красочным фейерверком Краснодар отметит годовщину присоединения Крыма. А сейчас столица края готовятся к представлению. Гостей на театральной площади ждут 18 марта. В этот день ровно 4 года назад подвели итоги референдума. Тогда подавляющее большинство жителей полуострова проголосовали за то, чтобы республика стала частью России. Концерт в Краснодаре начнется в 8 вечера. Хедлайнером станет известная группа «Градусы». Выступят и местные творческие коллективы. А в 22 часа в небо над городом раскрасит праздничный фейерверк. Новоселье у Пернатых в Обширонске. Там открылся настоящий птичий микрорайон. Большая стройка развернулась на территории местного деревообрабатывающего комплекса. За молотки и гвозди взялись ученики городского лицея. Почему от изготовления скворечников зависит будущее лесной промышленности региона, знает Инна Чайка. В этот день специалисты мебельной фабрики работают в непривычном режиме. Каждое движение под пристальным взглядом юных гостей. Это ученики первого лицея Обширонска. Для того, чтобы приступить к изготовлению своего скворечника, они прошли по всей производственной цепочке. Посмотрели, как из-под станка выходят готовые детали и из них собирают стулья. Паралон, молодцы. Куда у нас паралон идет в стульчиках? Быстренько собираемся. На сиденье. На сиденье, все правильно. Но сегодня дети здесь непросто. В качестве зрителей у них важная миссия. Смастерить для птиц скворечники. За стройматериалами далеко ходить не нужно. На заготовки под птичьи домики работники фабрики собрали из остатков сырья. Через минуту в цеху застучали десятки молотков. Берешь гвоздик и вставляешь. И подержи вот он потом. Хорошо. Есть! У нас снова получилось. За все силы бей. Школьники работают самостоятельно, но под пристальным взором технологов. Они и сами не прочь вернуться в детство. Из-под молотка одна за другой появляются новостройки. Для птиц, скворцов, которые прилетают из теплых края. А для чего это нужно? Ну, чтобы птицы в них жили. Ну, помогать им надо. Дети увлечены, дети стараются. По ним видно, как они радуются. Как вот приезжал ребенок и гордится тем, что он сам собрал скворечник. Что приносит радость. Юных мастеров на фабрику приглашают регулярно. По задумке организаторов. Так дети приобщаются к труду и постигают азы, возможно, будущей профессии. Специалисты уверены, важно привить ребенку любовь к труду. Мы рассчитываем вырастить трудовую молодежь, которая будет работать на подобных предприятиях, как у нас. И учитывая то, что на данный момент, допустим, очень серьезная проблема вырастить специалистов рабочих. Нехватка в нашей отрасли именно специалистов. На первый взгляд занятие детское. Но работники мебельной фабрики уверены, такими акциями они смогут внести немалый вклад в будущее деревообрабатывающей промышленности региона. Сейчас в этой отрасли в крае трудятся почти 3000 человек. За прошлый год Кубань произвела больше, чем в два раза продукции из древесины, чем в 2016. Безусловно, крупные промышленные предприятия региона оказывают большое влияние на развитие экономики. Эта акция направлена на проявление заботы к птицам, но и помогает найти друзей, закрепляет ценности, развивает коллективный дух в процессе благого дела. Также помогает детям определиться с рабочими специальностями и своим будущим. Скворечники повесили в роще рядом с комбинатом. Оставшиеся домики для пернатых разместят в лесах Абширонского района. Инна Чайка, Алина Сорокина, Артем Лычко и Владислав Захаров. Кубань, 24. Абширонск, Краснодар. Армейские фото, пионерский галстук и деревенская печь в Краснодаре в музее имени Фелицина торжественно открыли выставку, посвященную 80-летию Виктора Захарченко, казачьей маэстро. По предметам, представленным в экспозиции, можно проследить становление артиста. От советского школьника, влюбленного в народную музыку, до руководителя кубанского казачьего хора. Большая часть экспозиции посвящена детству Виктора Захарченко. Работники музея полностью воссоздали быт и атмосферу родного дома маэстро в станице Дядьковской. Также посетители смогут увидеть международные российские награды, пластинки и серию фотографий с первыми лицами государства. Многие-многие люди помогали, я хочу сказать, Господь Бог помогает, Господь Бог. Но он помогает через людей, от самого верха, от президента, через власти местные, разные структуры и так дальше. Всех-всех-всех. Я думаю, каждая территория нашей большой и авиатной страны имеет свои какие-то духовные скрепы, какие-то ориентиры, по которым эта территория в той или иной степени отличается друг от друга. Думаю, для всех россиян Кубань – это прежде всего Черное море. Это кубанский хлеб и, конечно же, Виктор Захарченко – кубанский казачий хор. После торжественной части Виктор Захарченко представил зрителям новую песню кубанского казачьего хора. Она называется «Что меня тянет в родную деревню». Выставка, посвященная юбилею Виктора Захарченко, будет открыта до 16 апреля. Уникальная выставка винтажных кукол сегодня открылась в Краснодарском музее имени Коваленко. Антикварные экспонаты привезли из Санкт-Петербурга. С их помощью можно проследить историю развития производства игрушек на протяжении двух столетий. У каждой куклы своя необычная судьба. Ксения Галичи кунулась в детстве и узнала множество историй. Выставку из 700 антикварных игрушек привезла в Краснодар Марина Белякова. Эту коллекцию она собирает уже 12 лет. Здесь на стендах уютно расположились куклы 19-го и 20-го веков. Выставка так и называется «Игрушки моего детства». Автор признается, что такое хобби довольно заразительно. Многие ее друзья, которые видели выставку, начали сами коллекционировать старинные игрушки. Удержать мгновение, которое прекрасно, то есть мгновение моего детства. У меня от детства, как и у моих сверстников, ощущение какого-то беспредельного, бесконечного счастья. И поэтому мои куклы путешествуют. Они не любят быть в коробках. Они любят на людях быть и передавать свою вот эту счастливую энергетику. В детстве о такой коллекции никто даже мечтать не мог. А ведь этими куклами на самом деле когда-то играли малыши. Они жили в чьих-то семьях, радовали девчонок и мальчишек. Здесь есть даже вот такие раритетные модели автомобилей. Выставку дополнили деталями интерьера, миниатюрной мебелью и крошечной посудой. А вот с этим фарфоровым сервизом маленькие девочки когда-то устраивали шуточные чайные церемонии. Сделан он в 19 веке на фабрике «Гарднер». Это просто увлекательное отражение взрослого быта в кукольном, вроде бы игровом, ненастоящем варианте. Но это возможно кому-то будет даже более интересно, чем сами игрушки. Здесь можно увидеть и первые советские куклы, так скажем, узкой специализации. Это спортсменка, школьница, врач. А такие пупсы были почти в каждой советской семье. Гости музея могут не только любоваться прекрасными дамами и принцессами, но и узнать историю всех этих кукол. У каждой игрушки здесь своя уникальная судьба. К примеру, вот эта, зовут ее Лиза, жила в семье известного режиссера Немировича Данченко. Любая женщина все равно девочка. Как можно девочке без кукол? Здесь есть куклы и такие, что хочется взять в руки поиграть, но есть и такие куклы, на которые можно только смотреть. А это долгожитель коллекции. Галка. Ей уже более 120 лет. Удивительно, как эта кукла сохранилась в первозданном виде, ведь ее голова сделана из фарфора, а туловище на шарнирах. Кукла Соня в начале 20 века жила в детской комнате усадьбы под Царицыным. Но революция 1917 года разорила династию помещиков и ее обменяли на продукты. Так она попала в рабочую семью, а после уже в коллекцию. Марина Белякова собирала игрушки по всему миру. Главные поставщики – блошиные рынки Германии. Некоторых кукол она купила на аукционах, а других и вовсе нашла в мусорном баке. Автор говорит, люди часто выбрасывают старые вещи, совсем не понимая их значимости. Увидеть эту коллекцию в Краснодаре можно в музее имени Коваленко до 22 апреля. Ксения Гарич, Олег Черепо, Кубань-24, Краснодар.